Всем привет дорогие друзья, с вами Даваска. Второй день месяца, а это значит что? Правильно, оцениваем сеты СНГ мажоров. Всем приятного просмотра, кто кушает топ, приятного аппетита, погнали! Вот я даже еще не заходил в топ региона, но уже знаю, что Аня, которая глава Вальгалы, 100 пудов будет на первом месте. Ее пытались скинуть довольно таки много раз, но ни у кого и никогда за последние где-то месяцы, месяцев 8, этого заделать не получилось. Давайте посмотрим на протяжении скольки месяцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Уже практически на протяжении года она топ 1 по медалькам в СНГ регионе. Подготовила она вот такой вот замечательный сетик, черно-бирюзовый. Кстати, сетик с торсом из пропуска, что вообще замечательно смотрится. Конечно, этому сету я ставлю 10 из 10. Также после нее я хочу оценить сетик одной из зрительниц моего канала. Она написала один комментарий, он мне очень понравился, и я решил показать ее сетик в этом видео. Конечно, он не самый лучший. Тут прическа штаны и кроссы с одного и того же набора, она поменяла только торс. Я желаю ей, так сказать, собрать какой-нибудь великолепный сетик, и возможно, когда-нибудь она попадет еще раз в мое видео, и уже покажет всей моей аудитории, ну, просто замечательный сетик. А мы продолжаем оценивать сеты СНГ мажоров. Второе место Дэдди. 1965 медалек. Вот такой вот у него замечательный сетик. Кстати, прическа маска кроссы. Это разные эволюционные наборы. Смотрится очень круто. Конечно, кроссы можно поменять, но все равно 10 из 10. Вообще, последнее время, наверное, я даже последние недели две, я оценивал только сеты в новом событии. Это рубрика «Битва сетов от Горены». И после всех вот тех сетов, которые я видел, мне очень многим сетам будет хотеться поставить оценку выше, чем они, ну, чем на самом деле. В общем, тут все-таки 8 из 10, потому что штанишки к этому торсу вообще не подходят. А так очень годно смотрится. Да, Нред. Мне интересно, в каком он сетике. Вот такой вот. Ну, опять же, 9 из 10, потому что к этому торсу пока что нет прямо идеальных штанов. Есть только одни, которые я показал в предыдущем видео, но все равно они такие себе. 9 из 10. Дальше. Кэндимэн. Давайте посмотрим, в каком сетике играет он. А вот вам и челлендж. Напишите-ка в комментариях, какой... нет. Сет какого ютубера он повторил, потому что это официальный сет определенного ютубера. Пишите в комментариях. Ему ставим 8 из 10. Идем дальше. Кроха. Давайте посмотрим, в каком сетике играет он, либо же она. Вот такой вот сетик. Опять же, торсы, штаны не самым лучшим образом сочетаются. 9 из 10. Мажор. Давайте посмотрим. Вот такой вот у него сетик. Если я не ошибаюсь, торсы, штаны, это один и тот же набор Скайлера. Поэтому давайте 8 из 10. Идем дальше. Огонек. Давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот. Водолазка, штанишки. Все прикольно сочетается. 8 из 10. Потому что бандана и прическа, ну, так себе подходят к этому сету. В принципе, прическу можно оставить, но бандану точно нужно поменять. Блэк Нубик. Давайте посмотрим, в каком сетике. Вот такой вот у него сет. Штаны-кроссы, в принципе, сочетаются. Торсы, голова отдельно, в принципе, тоже сочетаются. В общем, в целом, ну, давайте 7 из 10. Дальше. Абубакар, если не ошибаюсь. Абубакар. Ладно. Вот такой вот сетик. 8 из 10. Только из-за тапочек. Дальше. Это мой братишка. Очень много, кто меня с ним путает. Вот такой вот у него сетик. В принципе, неплохо. 9 из 10. Но, опять же, торсы, штаны вообще не смотрятся. Опять же, к этому торсу нет пока идеальных штанов в игре. Есть те, которые более-менее неплохо смотрятся. Но идеального пока что нету. Красивый, но максимально дефолтный сетик. Но вот ему смело и с кайфом ставим 10 из 10. Немка. Давайте посмотрим на ее сетик. Вот такой вот женский. А вот женским торсом уже дела обстоят по-другому. Потому что к нему довольно-таки просто подобрать хорошие штаны. Ей это удалось. И ставим 10 из 10. Идем дальше. Ким Чи. Давайте посмотрим на его сетик. А, либо же ее. Женский сетик. Торс, штаны вроде бы один и тот же пропуск, если я не ошибаюсь. Но все равно кроссы тут лучше фиолетовые, как по мне. 9 из 10. Светоч. Давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот. Ну, 8 из 10. Масочка, в принципе, норм. Но из-за сланцев минус 2 балла. Генерал. Давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот. Отдельно капюшон, маска, торс. Красиво смотрится. Штаны вообще не в тему. Возможно, красные штаны ангела смотрелись бы лучше. И кроссы тоже нужно поменять. 7 из 10. Добрый. Давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот. Ну, это фулл набор. Только он поменял очки. Все. Дальше. Сергей. Давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот. Ну, это чисто фулл пропуск. Кстати, играет всего 2 месяца. Но уже взлетел в топ региона. Фалайдер. Это олдовский игрок. Если я не ошибаюсь. Замечательный игрок. 8 из 10, потому что маска и торс с одного и того же набора. Соломон. Давайте посмотрим на его сетик. Хороший дефолтный сетик. И борода даже как-то в тему. Смотрится интересно. 10 из 10. Романов. Давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот. Ну, опять же, имея такой аккаунт. То есть, сюда одевать вот эту голову, которая вообще не смотрится. И обычные кроссы с золотого джекпота. Ну, как минимум, джазовые кроссы сюда смотрелись бы лучше. 7 из 10. Дальше. 22 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сетик. Хороший дефолтный. Но масочка капец как сюда не подходит. 9 из 10. Дальше. 23 место. Ну, вот я могу сказать, что пока сетики вообще хорошие. Нету фастерских сетиков. Довольно-таки мало сланцев. И прям, ну, сеты в разы лучше, чем те, которые мы каждый день видим в рубрике битва сетов от Горена. Вот такой вот сетик. Вот с плащом меня вроде бы тоже просили собрать все сеты в рубрике не дефолт. Также сказали, что штаны от этого набора к ним очень сложно что-то подобрать. В принципе, я согласен. Но, опять же, я знаю один сетик. Может быть, даже я именно с этими штанами от этого набора соберу сетики. Ему ставим 9 из 10, потому что кроссы не подходят под стиль вампира. Также сюда есть штаны лучше, но вот эти можно оставить, только чуть-чуть поработать над кроссами. Но это, опять же, чисто мое мнение. Дальше Санечка, который занимает вот такой вот сетик. 5 из 10, потому что сланцы, плюс торс и маска с одного и того же набора. Идем дальше. Лола Сучка. Давайте посмотрим на ее сетик. Вот такой вот. Офигенный сетик. Все замечательно сочетается. Великолепно. Смело ставим 10 из 10. Молодец. Собрала хороший сетик. Не фастерский, не забивной и не на мужика со сланцами. Хорошо. Идем дальше. Вот такой вот сетик. Это фулл пропуск. Дальше. 27 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот хорошенький сетик. Но трусики и чулочки я бы поменял на какую-нибудь юбочку. Поэтому 9 из 10. Дальше. 28 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сет. Ну, тут практически фулл пропуск. Он просто надел прическу как корресский фиолетовый и бороду. Ну, что тут оценивать. Я думаю, что вы со мной согласитесь. 29 место. 30 место. Тоже фулл пропуск. 30 место. Давайте посмотрим на его сетик. Ну, тут штаны и обувь капец как нужно поменять. А кепка, маска. А, маска и торс. А нет, это разные. Кепка, маска, торс. Вообще замечательно смотрится. Штаны и кроссы тут нужно поменять. В общем и целом. Ну, давайте 8 из 10. Идем дальше. 31 место. Артемида. Давайте посмотрим на ее сетик. Вот этот уже более прикольно смотрится. Мне нравится. 10 из 10. Дальше. Диксхер. Давайте посмотрим. Хороший, чисто черненький сетик. Мне нравится. 10 из 10. Дальше. 33 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сет. Маска не в тему. Штаны не в тему. 7 из 10. Дальше. 34 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот у него сетик. Штаны поменять. Кроссы можно в принципе оставить. 7 из 10. Закат. Замечательный игрок. Замечательный человек. Вот такой вот у него сетик. Штанишки поменять. Кроссы поменять. 8 из 10. Дальше. 36 место. Давайте посмотрим на... Маску поменять. Штаны поменять. Сланцы поменять. 5 из 10. Дальше. 37 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сет. Ну, к синему торсу. Желтые штаны ангела. Такое себе. Ну, давайте. 8 из 10. Дальше. 38 место. Вот такой вот сетик. Тут торсы, штаны. Это один и тот же. Олдовский пропуск. Кроссы. В принципе, сюда подходят идеально. Но... Ну, давайте. 6 из 10. Дальше. 39 место. Ну, и на 40-м. Там располагаюсь уже я. Вот сюда бы великолепно подошли. Желтые штаны ангела. Кроссовочки какие-нибудь тоже. Либо белые, либо бело-желтенькие. А так, ну, давайте. 8 из 10. Прикольно смотрится. Но... Тут... Такой желто-синенький сетик. Я бы выбрал либо фулл-желтый сетик заделал, либо фулл-синенький. Давайте посмотрим. Может быть, кого-то еще из знакомых встречу оценим. О, его знаю. 67 место. Это, кстати, его официальный сетик. Это не тиктокер и не ютубер, а модератор. Вот. Мы додумали сами. Замечательный сет. И ему тоже с кайфом ставим 10 из 10. И, кстати, посмотрите, насколько классно он подошел к подбору сета. У него фулл-сет черно-золотой. Скин на оружие черно-золотой. И пантера тоже черно-золотая. Идем дальше. А, ну вот, кстати, царица, которую мы оценили после Анечки. Вот такой вот у нее сетик. И все. Тут больше вроде как знакомых я не вижу. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И да пребудет с вами скилл. Субтитры сделал DimaTorzok